Это проект интервью на телеканале 24КЗ. Я Ида Хамзина. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о состоянии травматологической службы в Казахстане, о ее достижениях и вызовах, а также о роли ведущего учреждения страны в этой сфере – Национального научного центра травматологии и ортопедии имени Батпенова. Этот центр является не только оплотом передовой медицинской практики, но и местом, где разрабатываются и внедряются инновационные методики лечения и реабилитации пациентов. У нас в студии заместитель директора центра Арман Батпен. Я приветствую вас в студии. Здравствуйте, Ида. Медицина в области травматологии далеко ушла вперед, но тем не менее, как вы оцениваете состояние травматологической службы в Казахстане? Да, медицина в травматологии и ортопедии ушла далеко вперед, но есть куда двигаться. На самом деле, если у нас системность в нашей отрасли, есть чем гордиться, есть куда двигаться. Мы поставили свои цели и с каждым годом к этим целям стремимся и идем. Системность заключается в том, что у нас есть уровни госпитализации наших пациентов. Если, допустим, ДТП случилось где-то в регионе, то согласно нашим уровням, пациент госпитализируется на первый уровень, второй уровень. И потом, если травма уже более серьезная, он госпитализируется в учреждении третьего уровня, где оказывается высокоспециализированная медицинская помощь, именно травматологическая. Расскажите более подробно о центре. Мы сейчас не говорим о локализации, да? То есть вы координируете работу по всей республике, я имею в виду травматологической службы, верно? Да, это верно. Мы относимся к Министерству здравоохранения, и поэтому в нашей задачи стоит регионализация, координация травматологической службы. Мы координируем службу, начиная с регионов, где травма случается, и все областные больницы, именно отделения травматологии и ортопедии у нас под контролем, и мы знаем, какой специалист работает, какой квалификации, что необходимо этой специалисту. Это все у нас имеется. Аналитика ведется, и мы потом это все докладываем Министерству здравоохранения. О кадрах мы поговорим чуть позже. Расскажите о главных достижениях в области травматологии, которые были достигнуты в последнее время. Ну, достижения, скажем, годом они растут. В последнее время мы, конечно, большой акцент делаем именно на научном направлении. Идут очень большие исследования в науке, именно в травматологии и ортопедии. Также организационные моменты наши. Мы, наконец-то, внедрили свой травматологический стандарт, где все прописано, как оказывать травматологическую помощь. Также идет большая подготовка кадров, что сейчас катастрофизически не хватает в стране. Мы готовим лучших специалистов, смотрим, куда их направлять, как и помогать, самое главное. И, конечно же, это за последнее время мы внедрили ситуационные центры именно травматологические, которые координируют службу именно травматологическую. Если пациент попадает с травмой, куда его ввести, где окажут ему квалифицированную помощь, все это координация есть. Это внедрение именно последних лет. Вы сказали, что у них катастрофически не хватает специалистов. А с чем это связано? Будущие медики, я имею в виду студентов, не выбирают это направление? Они выбирают это направление, но они не хотят работать в регионе, в селе. Причины разные, почему они хотят работать. Некоторые хотят остаться, продолжать учебу, поступать в докторантуру. Некоторые боятся просто брать на себя ответственность и ехать в село. А некоторым просто-напросто не устраивает именно материальная и техническая база этой больницы. То есть, получается, травматологов в сельской местности не хватает? Не хватает, да. Не хватает. Как решать эту проблему? Мы... Есть несколько путей. Мы решаем эту проблему. Во-первых, идет укрепление именно межрайонных больниц. То есть, создаются крупные межрайонные центры, именно центровые больницы, куда все население трех-четырех районов обращается за травматологическую помощью. Там работают два-три травматолога, которые уже оказывают помощь. Дальше это позже госпитализм в областную больницу или к нам в центр травматологии-ортопедии. Также для того, чтобы привлечь специалиста именно на село, уже работают местные исполнительные органы, они дают стартовые какие-то... Стартовые деньги для того, чтобы... Капитал. Да, капитал, да. Выделяют жилье. И уже сам врач решает, куда ему ехать и что ему делать дальше. Какие виды травм наиболее распространены у нас в Казахстане? Конечно, у нас страна большая, и поэтому очень люди любят путешествовать. И дорожно-транспортные происшествия – это одно из самых распространенных травм у нас сейчас в нашей республике. И на втором месте, конечно, это сейчас строительный бум идет, падение с высоты. И, в принципе, бытовые травмы. Ну, ДТП стоит на первом месте у нас. И поэтому у нас мы думаем, как снизить именно смертность при дорожно-транспортных происшествиях. Есть несколько центров аналитических у нас именно в институте, где мы анализируем травмоопасные участки наших дорог. И уже свои рекомендации отправляем в Министерство здравоохранения, где это уже на правительственном уровне решается. Ну, Ваш центр является ведущим передовым медицинским учреждением. И, конечно же, каждый пациент, который столкнулся с своей проблемой, желает пролечиться именно в центре. Вот как удается справляться с таким потоком пациентов? Да, наш центр уже работает 23 года. И это узкоспециализированный травматологический ортопедический центр, где работают одни из лучших специалистов нашей страны. Конечно, большой спрос. Люди хотят лечиться в нашем центре. Но, во-первых, те операции, которые делались только в нашем центре, сейчас больше делаются в регионах. Это за счет того, что мы проводим мастер-классы, обучаем в регионах наших кадров, и какой-то наплыв именно распределяется уже по областям. Если есть, допустим, желание моего пациента, конечно, у нас существуют очереди. Но эти очереди мы стараемся не регулировать так, чтобы человек вовремя получил помощь. Пытаемся сейчас сделать электронную очередь совместно с республиканским центром электронного здравоохранения, чтобы человек видел, когда у него подходит очередь, какие документы нужно необходимо готовить. Все цифровизировать. Сейчас это и проводится эта работа. И я думаю, в ближайшее время мы сделаем электронную очередь в наш центр. По крайней мере, сейчас очередь, допустим, на эндопротезирование сократилась с полтора года на год. И поэтому люди уже... С чем это связано? Это связано с тем, что мы начали эту очередь смотреть, то есть ее отсеивать. И есть люди, которые уже прооперировались, есть, которые скончались люди, которые не хотят делать операцию. Эту очередь надо всегда... Каждый месяц нужно ее смотреть и контролировать. И у нас сейчас больше людей, мы сами прям вручную все это делаем, обзваниваем людей, необходимые данные собираем. Все это у нас как бы вручную делается. Сейчас мы это хотим сделать электронно все. И благодаря Республиканскому центру электронного здравоохранения, я думаю, это мы внедрим в ближайшее время. Вы сказали о том, что сейчас больше работаете над наукой. Вот какие научные разработки, технологии сейчас внедряете в лечение больных? Чем может сейчас похвастать центр? Ну, одним из посланий нашего президента было поднятие именно научной сферы, именно обратить внимание именно в науку. И благодаря тому, что вот сейчас государство, правительство выделяет большие деньги для развития научных исследований. Мы участвуем в программе целевого финансирования, выиграем гранты. Одна из таких ведущих наших разработок и совместного национального центра биотехнологии это гидрогель, который уменьшает, излечивает артроз коленного сустава. И это, конечно, там есть показания, не все пациенты могут попасть. Это в основном молодые пациенты, у которых локально есть травма хряща, те могут рассчитывать на соживление именно с помощью этого гидрогеля. Гидрогель туда добавляется в медицинские стволовые клетки, которые позволяют росту хряща уже, там непосредственно росту хряща. А можно поподробнее и более на понятном языке для большинства? Большинства, да. То есть к какой травмой обращаются, чтобы... К примеру, вы спортсмен, у вас случилась травма, у вас повредился хрящ. Хрящ повредился, и хрящ не восстанавливается сам. С помощью этой технологии мы ортоскопически видим эту травму, то есть малоинвазивно мы вводим туда этот гидрогель. Именно уже это собственные клетки нашего организма из синемиальной жидкости. Они выращиваются в Национальном центре биотехнологии и подсаживаются потом именно в поврежденное место этому человеку. Через некоторое время этот гидрогель приживается, эти клетки приживаются и образуются уже хрящ. Хрящ, который впоследствии уже полноценный хрящ, и человек наможет. Это сейчас исследование идёт. Пока в практику не внерено. У нас сейчас прошла первая-вторая фаза исследований. Сейчас мы готовимся к третьей-четвёртой фазе именно многоцентрового исследования этого гидрогеля. Это исключительно разработка казахстанских специалистов? Это исключительно казахстанских специалистов. И на Национальном центре биотехнологии совместно с Национальным центром травматологии и ортопедии. Сейчас над чем работаете? Сейчас у нас, конечно, большая работа идёт над нашими металлоконструкциями при переломах таза, при переломах ключицы, при перепротезных переломах. Так как мы занимаемся протезированием уже с 90-х годов, сейчас идёт уже ревизионное эндопротезирование, протезы ломаются. Мы думаем, как, допустим, эти полосы заполнить. Сейчас 3D-модель, именно 3D-принтинг этих конструкций идёт. Одно из направлений новых – это роботизированная технология. То есть идёт роботоассистент, который помогает ставить протез при эндопротезировании. Тут же мы сейчас занимаемся, хотим внедрить это в практику. Также мы занимаемся уже реабилитацией пациентов. Хотим роботизировать ассистенты, которые будут стабилизировать пациентов, которые будут локоматы различные. Всё это совместно с нашим Назарбаевским университетом, совместно с Сапаевским университетом. У нас эти разработки будут идти дальше. Совместно с нашим Восточно-Казахстанским технологическим университетом мы делаем, они специализируются на сплавах. А в травматологии ортопедии – это металл. И мы здесь нужны нам сплавы, которые будут прочные и нетоксичные для организма. И сейчас мы в исследовании идём прочные и нетоксичные сплавы, которые необходимы для лучшей фиксации костей. То есть и медицина тоже может сотрудничать с реальным сектором для того, чтобы производить именно казахстанские продукты? Непосредственно травматология ортопедии – это прикладная наука, где необходима. Здесь есть продукт, который можно коммерциализировать, который можно изобрести и сотрудничать со всеми вузами. Мы, допустим, Сапаевский университет – это очень сильный университет, именно в электронике мы с ними сотрудничаем. Они хотят программу с львово-финансирование, робот-ассистента при эндопротезировании. Сейчас мы с ними совместно будем это делать. Но Сапаевский университет очень сильно помогает нам. Мы совместно с исследователями хотим сделать именно биопринтинг, печатать кости на принтере. Сейчас у нас идут исследования на животных, и мы хотим эту технологию внедрить в казахстан тоже. Это уже собственные разработки. Я думаю, что это показательные примеры, о которых нужно говорить и рассказывать. Вы сказали о реабилитации. Реабилитация в любом лечении – это такой важный, ключевой момент. Позволяет ли инфраструктура центра? Инфраструктура центра, конечно, не позволяет, но я думаю, в ближайшем будущем нам построят новый корпус. Насколько он необходим? Он необходим, да. Можете назвать цифры, масштабы? Мы сейчас находимся в корпусе областной больницы 1973 года. Так как мы национальный центр, у нас очень большой поток пациентов, очень большой поток слушателей, поток иностранных врачей. Мы проводим ежегодные конференции, и то здание, которое сейчас мы имеем, оно не соответствует тем стандартам, которые мы необходимы. Мы не соответствуем стандартам GCI, именно международным. Это не позволяет нам делать еще больше крупных научных исследований. Но я думаю, в ближайшее время государство выделит деньги, и мы построим эти деньги. Так как это стоит в плане развития, это все будет. В республиканском бюджете эти деньги заложены. И я думаю, в ближайшее время этот вопрос будет решен. Как вы думаете, Арман, благодаря чему, в том числе, конечно, и травматология получила такое развитие в Казахстане? Я говорю о положительном опыте. Благодаря энтузиазму и любви именно специалистов, которые объединились и которые хотят что-то поменять в этой стране. У нас есть Казахстанская ассоциация травматологов-ортопедов. Я думаю, это одна из самых дружных ассоциаций. Любая травма в любом регионе, мы знаем, кто там есть, что он, какая помощь необходима. Если специалист не справляется, специалист с Астаны вылетает, помогает ему или забирает этого пациента на себя. Но никогда человек не остается один на один с этой проблемой. Всегда идет помощь. И вот этот энтузиазм, эта любовь специальности, она помогает двигать дальше это направление. И мы, как большая семья, двигаемся вперед к новым целям, к новым возможностям. Ну и в преддверии Дня медицинского работника у вас есть возможность поздравить своих коллег. От всей души хочу поздравить своих коллег с Днем медицинского работника. Пожелать профессионального роста, успехов, удачи и самое главное – счастья. Ну я, в свою очередь, хочу пожелать процветания вашему центру, чтобы, как и прежде, травматологи Казахстана всегда давали шанс людям на дальнейшую успешную жизнь. Спасибо большое. На этом наша программа подошла к концу. Я прощаюсь с вами. До следующих встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok